Тебе вся слава Лишь только Тебе, Господь, возносит волок из наших сердцем Тебе вся слава Лишь только Тебе, Господь, возносит волок из наших сердцем Тебе, Господь, возносит волок из наших сердцем Тебе вся слава Лишь только Тебе вся слава Тебе вся слава Лишь только Тебе, Господь, возносит волок из наших сердцем Тебе вся слава Лишь только Тебе, Господь, возносит волок из наших сердцем Тебе вся слава Лишь только Тебе, Господь, возносит волок из наших сердцем Тебе вся слава Лишь только Тебе, Господь, возносит волок из наших сердцем Иисус, Иисус, Иисус Тебе вся слава Лишь только Тебе, Господь, возносит волок из наших сердцем Тебе, Господь, возносит волок из наших сердцем Достоин всех волны Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе! Достоин поклонения Достоин всех волны Достоин всех волны Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе! Вот и достоин Иисус Поклонения Достоин всех волны О, Иисус Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Аллилуйя! 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 Достоин Тебе вся слава, Лишь только Тебе, Господь, Он сносит хвалу из наших сердков. Достоин Тебе вся слава, Лишь только Тебе, Господь, Возносит хвалу из наших сердков. Достоин Тебе вся слава, Лишь только Тебе, Господь, Возносит хвалу из наших сердков. Как Ты велик, как Ты прекрасен, Ты всемогущ и необъятен. Я восхищаюсь Твоей красотою, И прославляю Тебя, мой Господь. Как Ты велик, как Ты прекрасен, Ты всемогущ и необъятен. Я восхищаюсь Твоей красотою, И прославляю Тебя, мой Господь. И прославляю Тебя, мой Господь. Тебе вся слава, Тебе вся слава, Лишь только Тебе, Господь, Лишь только Тебе, Господь, Возносит хвалу из наших сердков. И прославляю Тебя, мой Господь, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для меня Бог накрыл чудесный стол Пригласил сесть в бред лесу врагов Там есть тело и пролитая кровь Вот как побеждаю в битве Для меня Бог накрыл чудесный стол Пригласил сесть в бред лесу врагов Там есть тело и пролитая кровь Вот как побеждаю в битве Я верю, Бог, ты сверх моих врагов За все тебе я славу вас несу Божьей силой побеждаю 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 Божьей силой Твоя милость и благодать со мной В долине они следуют за мной Я держу меч, хвалу в моих усах Вот как побеждаю в битве Я верю, Бог, Ты сверх моих врагов За все Тебе я славу вознесу Божьей силой побеждаю 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 Божьей силой Если тьма восстала против Вокруг меня сам Господь Если тьма восстала против Вокруг меня сам Господь Если тьма восстала против Вокруг меня сам Господь Если тьма восстала против Вокруг меня сам Господь. 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 Господь, силой побеждаю. 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 Божьей 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 силой побеждаю, Божьей силой побеждаю, Божьей силой. Если тьма восстала против, вокруг меня сам Господь. Если тьма восстала против вокруг меня, 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 Сам Господь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Грядет пора больших чудес Господь пронес небес благодать в этот город В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь, для страны это лишь ты, Господь. Ты надежда и ты свет, ты любовь, где ее нет, ты покой для уставших сердец. Нет таких, как ты, Бог, нет таких, как ты, Бог. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Грядет пора больший чудес, Господь пронес небес благодать в этот город. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хвалу тебе пою, Господь, я тебе пою, Господь. Ибо ты велик, да пусть превоснесет. Субтитры создавал DimaTorzok Так пусть превоснесет. Субтитры создавал DimaTorzok Ибо ты велик, да пусть превоснесет. Субтитры создавал DimaTorzok Господь, ибо ты велик, да пусть превоснесет. Я хвалу тебе пою, Господь, я тебе пою, Господь. Ибо ты велик, да пусть превоснесет. Я хвалу тебе пою, Господь. Я хвалу тебе пою, Господь, я тебе пою, Господь. Я хвалу тебе пою, Господь, я тебе пою, Господь. Ибо ты велик, да пусть превоснесет. Я хвалу тебе пою, Господь. Я хвалу тебе пою, Господь, я тебе пою, Господь. Ибо ты велик, да пусть превоснесет. Я хвалу тебе пою, Господь, я тебе пою, Господь. Ибо ты велик, да пусть превоснесет. Ибо ты велик, да пусть превоснесет. Я хвалу тебе пою, Господь, я тебе пою, Господь. Ибо ты велик, да пусть превоснесет. Аллилуйя, Отец, мы славим тебя. Дорогие друзья, давайте сейчас побудем его присутствие. Продолжай оставаться в этой хвале. Продолжай оставаться в его ощутимой славе. Святой Дух сейчас, он течет через тебя. Его жизнь течет через тебя. Слава Божья, она окружает тебя. Слава Божья, она напитывает тебя. Слава Божья, она исцеляет тебя сейчас. Ощущай, как Божье помазание, его небесный елей стекает прямо на тебя сейчас. Движется внутри тебя. Растекается по твоему телу. Растекается в твоих эмоциях, твоих чувствах. В твоей душе наполняет тебя силой. Наполняет тебя силой. Это то помазание Божье, которое привлекает к тебе славу. Которое являет на тебя славу. Это то помазание Божье, на которое ориентируются небесные ангелы служа тебе. Наполняет то место, где ты находишься сиянием неба. Во имя Иисуса. Сейчас из глубины своего сердца ты просто произнеси это могущественное имя. Сила Иисус. Иисус. Нет имени, которое выше этого имени Потому что это имя, оно превыше всякого имени Потому что в этом имени содержится сила, сокрушающая цепи Потому что написано в Писании, сказано небесами Подтверждено печатью Божией Что перед именем этим, перед именем Иисуса Склонится всякое колено небесных, земных и преисподних Я сейчас говорю преисподним силам, которые атакуют твою жизнь Я говорю это имя, Иисус Как сказано, что как пчелы они окружать могут тебя Со всех сторон, но пошли в огонь Потому что именем Господнем я не заложил имя Произнеси это могущественное имя Над своей ситуацией Произнеси это могущественное имя над своим бессилием Над своей немощью Произнеси это могущественное имя над своим ребенком Произнеси это могущественное имя прямо над своим кошельком Ты увидишь, как сила этого имени Принесет преображение туда, где Ты его произносишь Я сегодня хочу еще говорить это имя И повторять его вместе с вами Это славное, бесподобное имя Иисус Пусть твое сердце величает сейчас это имя Пусть твое сердце славит сейчас это имя Пусть твоя внутренность сокрушается от слуха этого имени Пусть твой дух течет к небесному престолу, слыша это имя с дерзновением Что бы ни восставало на Тебя, не изложи сейчас Господним именем этого стаи Я говорю сейчас именем Иисуса Христа, именем Господним Нет всякой атаки на Тебя Я говорю сейчас именем Господним Нет всякому препятствию Я говорю сейчас нет именем Иисуса Всякому запинающему Тебя Греху Все, что восстает против познания этого имени Рухнет прямо сейчас Именем Иисуса Я сейчас увидел образ, как будто девочка какая-то У нее больки на коже, на лице Вы что-то смазываете, но ничего не проходит Во имя Иисуса пусть очистится кровь и кожа этого ребенка Прямо сейчас произнеси имя Иисуса над кожей Своего дитя Во имя Иисуса Христа, Отец, я благодарю Тебя Благодарю Тебя Благодарю Тебя Еще я чувствую славу Божью Которая хочет еще сейчас производить свое действие Еще будь в этом имени Еще повторяй это имя Не повторяй много, но повторяй сильно Иисус 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 Я благодарю Тебя, Господь, за Твое присутствие там Где смотрят сейчас это Прямо там, где Ты находишься Произношение этого славного имени Приводит в движение Всю воду жизни И текут Реки воды живые Течет молоко и мед И новое вино духа Там, где Ты это делаешь Во имя Иисуса Христа Пусть произойдут чудеса в Твоей жизни Пусть произойдет преумножение финансов Сверхъестественно Пусть произойдет ответ На Твой крик Его рука достанет всех Твоих врагов Его рука дотягивается До всех, кто восстает Против того, чтобы Ты познал Как Он добр к Тебе Я говорю сейчас голосом Божьим в Твою жизнь Сила воскресения Могущество имени Иисуса Пусть придет преображение Закрой сейчас глаза, где Ты находишься И вдохни Божью славу Которая Тебя окружает Медовую Божью славу Возможно, Ты сейчас даже почувствуешь Этот вкус и запах меда Как чувствую сейчас его я Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Пусть придет это удовлетворение Наслаждение Аллилуйя Аллилуйя Я сейчас чувствую, что какому-то человеку Кто будет смотреть Кто смотрит Вам нужно взять своего супруга Или супругу за руку Вы почувствуете сильное переживание Давно, может быть, угашенное Чувство любви Возьми сейчас Ты почувствуешь эту искру между вами Почувствуешь прямо эту силу Этот магнетизм Во имя Иисуса Это Бог исцеляет ваши отношения Он есть любовь Аллилуйя Слава Божья Слава Божья Слава Божья окружает тебя Слава Божья Скажи еще раз это имя из глубины своего сердца Иисус Над всем Скажи вместе со мной это Иисус Над всем Пусть это будет твоим исцелением Пусть это будет твоей свободой Сейчас Просто Дух Святой При упоминании твоими Сам делает все, что нужно Не нужно ничего накручивать Произнеси имя Которое есть ключ от всех дверей Иисус Спасибо тебе, Отец За то, что ты дал нам этот молот, разбивающий скалы Мы благодарим тебя за то, что ты дал нам ключ от всех дверей Мы благодарим тебя за то, что ты дал нам пищу на каждый день И все это, Иисус Мы славим тебя Мы благословляем твое имя Мы превозносим тебя Благодарим тебя за каждое исцеление, которое сейчас происходит Благодарим тебя за каждый ответ За каждое чудо, которое сейчас ты являешь Благодарим тебя за любовь, которую переживают люди Благодарим тебя за излияние твоего помазания Помазание Я чувствую, как сейчас это происходит Помазание Просто прими сейчас это Подними свои руки и скажи Помазание И прими это сейчас во имя Иисуса ты можешь прямо чувствовать как она изливается на тебя как течет по тебе это так просто это так просто еще раз скажи со мной помазание пусть это сейчас исцеляет тебя дорогие друзья я хочу сказать что я хочу сказать что почему я вот это делаю помазание потому что иисус это помазание христос слова христос если вы может быть первый раз на этом канале и вы не знаете еще это истинный христос это не фамилия иисуса христос означает помазание помазание как вам угодно говорить и главный смысл это означает пребывающие божья сила и присутствие на человеке вот это называется помазание помазание божий дух и христос означает помазание поэтому когда ты говоришь помазание ты можешь ощущать его присутствие силу главное чтобы ты не говорил это легкомысленно аллилуйя можешь просто сказать там где то есть аллилуйя воскликни это можешь поаплодировать там богу восплещить ему как как написано все народы аллилуйя дорогие друзья мы приветствуем вас вот мы тут с левитами поклоняемся богу и мы это делаем не потому что вы чтобы вам что-то найти тут навеять мы поклоняемся здесь все время мы собираемся в этой студии белорусского дара и мы славим бога сегодня вечером мы хотим делать это вместе с вами вот и конечно я немножко поделюсь святой дух очень сильно побуждает меня помочь некоторым людям и речь пойдет о короткой молитве и о духовных чувствах дело в том что друзья мне часто задают такие вопросы очень актуально я хочу сегодня разобрать очень актуален вот какой вопрос люди они мне спрашивают мы часто слышим на разных школах семинарах конференциях слышим о том что для того чтобы переживать силу божью чтобы двигаться помазание нужно много проводить времени уединяться с богом нужно много проводить времени и они мне говорят в основном вот этому всему учат люди учителя пророки там проповедники пасторы учат сами находясь в полном служении они только по сути это их работа находиться в слове в молитве и естественно демонстрировать силу и они учат чтобы мы поступали также у нас нету времени они говорят у нас куча дел у нас разные заботы у нас работы и дети семьи откуда мы возьмем вот эти часы чтобы уединяться чтобы сидеть в уединенной комнате да и там расслабляться в божьем присутствии напитываться у нас нету на это времени и часто эти люди они говорят получается что получается что мы как обречены типа питаться тем что ну вот эти проповедники помазанники чем они с нами делятся это иногда на это тоже время надо чтобы слушать эти все учения какой же выход и знаете это много 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 времени много лет мне люди задают эти вопросы они говорят вы знаете мы вникаем в эти школы вникаем в эти видео в эти учения и видим такую вещь что слишком много надо всего знать чтобы что-то переживать что имеется ввиду они говорят мы хотим переживать например божье присутствие для этого нужно много всего изучить но мы же не можем быть все богословами мы же не можем быть людьми которые часами находятся в молитве не могут все люди это делать соответственно какой-то вывод нехороший напрашивается что есть люди которые это могут делать а есть люди которые не мог полноте радости ходить в этом и я знаю что конечно многие знают ответы на эти вопросы но я думаю что и поэтому когда я спросил святого духа какой ответ для этих людей если какой-то способ не тратить целенаправленно часы или как бы это так на ходу знаете слово на ходу тоже она немножко вызывает подозрение можно ли с богом вот так вот близко и мощно на ходу до многих людей это вызывает недоверие ну забегая вперед скажу что именно на ходу и надо больше всего аллилуйя я хочу сказать что есть для тебя ответ сегодня может быть ты вообще не умеешь молиться может быть для тебя молитва этого мучения каждый раз что ты не знаешь что говорить и уже проговариваешь просто заученные какие-то вещи и не ты первый не ты последний мой друг я сегодня хочу спокойно тебе показать как выйти из положения и реально радоваться все время буду говорить о коротких молитвах а короткие силе коротких молитв и о духовных чувствах итак друзья можешь сказать аллилуйя скажи бог меня сегодня научит я буду в радости я буду в полноте радости помазание в огне и в масле и в славе божьей друзья молитва она должна быть доступна как дыхание реально она должна быть это не не должен быть такой текст не должен быть не должен быть не это вопрос такого мучения да что мы должны рожать молитву и сразу начну с духовных чувствований в деяниях 17 главе это из библии если кто-то не знает в деяниях 17 главе написана такая вещь апостол павел он там проповедует ну людям которые еще не уверовали он говорит им о боге и говорит о смысле сотворение человека вообще это известное место и писания и вот он говорит от одной крови он господь произвел весь рот человеческий для обитания по всему лицу земли назначив определенные времена пределы их обитания и вот он здесь говорит о цели дабы они искали бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас ибо им мы живем и движемся и существуем ну и там дальше еще говорит но вот я хочу на этом остановиться смотрите друзья здесь написано что бог сотворил человека чтобы человек искал бога в ощущениях смотрите не найдет ли не еще не найдут ли не ощутят ли это означает что вот эти слова найти ощутить потом он говорит он рядом мы им движемся это означает что бог хочет чтобы ты обнаружил это течение его присутствие внутри себя и это он называет смыслом то есть обнаружить факт его присутствия и чувства вызываемые его присутствием мы сейчас подойдем к молитве то есть смысл вообще всех духовных вот этих действий молитва или что бы то ни было любая духовная практика я вот даже так скажу что вот это самое духовное ощущение его присутствие ощутимого это самая важная духовная практика не так важно что ты скажешь не так важно что ты там придумаешь и как ты это преподнесешь важно что ты в этот момент ощутил и когда ты думаешь так у тебя сразу с тебя снимается бремя придумывания бремя интеллектуальной какой-то борьбы за то что ты там будешь говорить важнее то чем ты наполнишься важнее то что ты ощутишь еще раз говорю друзья слово найти это означает факт а слово ощутить это означает чувство от этого факта вот она вся духовная практика вы знаете здесь не написано что бог сотворил человека чтобы он молился не написано что он сотворил человека еще для чего то он говорит самое главное это ощущение того факта что он здесь и не только здесь он говорит недалеко от каждого из вас но и внутри тебя почему потому что здесь написано ибо им мы живем движемся и существуем и и я знаете хочу все это объединить и сказать что когда ты ощущаешь течение внутри себя вот эти чувства от присутствия божьего тогда ты можешь сильно двигаться в тебе будет бурлить жизнь вот как написано им мы движемся это божья задумка чтобы ты им двигался потому что если ты этого не ощущаешь ты начинаешь двигаться и сжигать себя для христианина человека который живет и движется с духом святым это азбука но я сегодня слышу жалобы со всех сторон от людей верующих что у них нету чувств а иногда даже люди которые говорят что у них есть чувства в молитве они живут как пустые люди они говорят что испытывают это присутствие там знаете вот эти духовные чувства божьи и течение даже внутри но я вижу что они просто так говорят потому что сейчас время такое что все об этом говорят и когда я у них если бы ты у этих людей спросил как ты молишься они тебе там на рассказывают целую кашу давайте давайте двинемся чуть чуть дальше итак мы говорили значит человек был создан для того чтобы иметь дело с фактом божьего присутствия признавать что он здесь написано не найдут ли найти это значит признать что он здесь и ощущения ощущения приходят как я уже сказал от того что ты признаешь этот факт что он здесь и тебе это нравится потому что то что бог здесь и это тебе не нравится в основном касается людей которые ненавидят бога но мы сейчас не об этом я знаю что ты хочешь чувствовать что ты хочешь радоваться что иметь эту полноту радости в его присутствии это нормально еще раз говорю мы сегодня говорим за молитву молитва сводится к тому самое главное в молитве это ощутить иметь чувствование я уже слышу как кто-то может сказать но мы не чувствами движемся мы верой друзья хочу вам кое-что сказать когда говорится что мы движемся не чувствами имеется ввиду что мы движемся не плотскими чувствами а мы движемся духовными чувствованиями как вызвать в себе чувствование и как вызвать в себе осознание факта божьего присутствия об этом говорил моисей представляете моисей говорил о божьем присутствии казалось бы шуму ну в те времена божье присутствие означало немножко не то что сейчас потому что тогда это было где-то а сегодня это внутри нас но и моисей знал этот секрет во второзаконе 30 главе представьте он говорит вышедшим из египта евреям он говорит весьма близко к тебе слово сие в устах твоих и в сердце твоем чтобы исполнять его апостол павел ссылается уже в новом завете на эти слова представляете это означает то что апостол павел признал что то что сказал моисей оно работает в новом завете а то просто иногда говорят что у моисея все сплошная буква у павла все сплошной дух так на самом деле моисей тоже был духовный парень помазанный и в римлянам 10 главе павел дублирует он говорит что говорит писание близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем то есть слово веры которое проповедует близко говорит моисей может сказать со мной вместе это близко теперь я все объединю и снова говорю смотрите это божье присутствие и эти чувствования близко внутри тебя и снаружи тебя в устах аллилуйя то есть для того чтобы это почувствовать и для того чтобы это осознать нужно произнести но но произнести не просто как вот мне говорят исповедуй не нужно произнести так чтобы почувствовать то есть смысл не в том чтобы сказать правильно а смысл в том чтобы сказать сильно пережить силу когда ты это говоришь пережить чувство почему я в своем служении я часто вот предлагаю людям я говорю скажи сейчас со мной помазание и знаете что происходит большинство людей чувствуют помазание я говорю например скажи молоко и мед и у людей возникает дух тут же поднимается и дает чувство насыщение сладости радость приходит что это вот это оно есть близко мед и молоко где в устах твоих и в сердце твоем как только ты это говоришь но говоришь с конкретной целью ощущать это оно приходит аллилуйя ты можешь сказать на это слава богу то есть смотрите дорогие друзья молитва она заключается больше в чувствах больше в том чтобы почувствовать сейчас я коснусь еще чем отличается все таки чувство плотское от духовно потому что некоторые люди они могут обвинить что мы такие тут знаете чувственные что у нас все на чувствах на эмоциях нет есть большая разница между плотскими чувствами и духовными чувствованиями смотрите я чуть-чуть вернусь и скажу апостол павел проповедуя говорит ибо им мы движемся живем и существуем вот эти чувствования вот это осознание оно дает тебе я хочу напомнить это еще раз сказать оно дает тебе силу для движения и это основное отличие эмоциональных чувств от духовных чувствований духовное чувствование содержит в себе внимание силу святого духа поэтому в галатом 5 главе написано плод духа любовь я сейчас зачитаю и скажите мне что здесь перечисляется плод духа любовь радость мир долготерпение благость доброта милосердие вера кротость воздержание друзья если вы прочитаете не знающему человеку все эти термины он вам скажет что это все чувство и будет прав для людей обычных любовь это чувство доброта это чувство терпение это чувство ну как то перечисляя все это называя чувствами ты чувствуешь какое-то несоответствие что это не просто чувство правильно потому что ты уже духовный и знаешь что любовь это сила радость это сила мы поем радость в господи сила моя серьезно так вот все духовные чувствования имеют разный окрас но в ядре своем содержит силу божью вот чем чувствование духовное почему оно так желательно потому что когда ты испытываешь ну радость ну духовную как духовное чувствование люди неспроста эту песню придумали что радость это сила потому что в радости реально содержится сила так у меня сегодня вопрос а почему я не должен стремиться эту радость пережить даже как повеление описание говорит всегда радуйтесь в салмах написано давайте радоваться что это означает это означает что когда ты поешь или молишься самое лучшее что ты можешь сделать в этот момент это не произносить просто слова а стараться пережить то о чем ты поешь осознание и чувствование аллилуйя и вот плод духа друзья перечисление признаков плодов духа это есть духовное чувствование которое надо переживать молитвы иисус говорит о духовных чувствованиях разное например почему я говорю сейчас за силу что в этих в плоде духа основной в центре всего стоит сила святого духа имеющая разный окрас как радость мир любовь и так далее иисус говорит помните момент когда исцелилась женщина от прикосновения он горит я почувствовал сила вышла из меня сегодня кто-то говорит что силу не ну не надо ее чувствовать друзья надо чувствовать силу я хочу сейчас кое-что ну чтобы ты попробовал вот вместе со мной сейчас и со всеми вот нами вот закрой свои глаза я хочу чтоб ты сейчас почувствовал как сила по тебе течет Закрой свои глаза сейчас Я говорю тебе Духом Божиим Внутри тебя сейчас Прямо в твоей сердцевине Прямо внутри, в духе твоем Источник силы И я провозглашаю, что он прямо сейчас Открывается Ты можешь чувствовать, как сила Она начинает подниматься в твои груди Прямо ощутимая сила И растекаться по твоим рукам Сейчас мы еще чуть-чуть подождем Если кто-то с тобой рядом есть Можешь даже потом, когда я скажу Через несколько мгновений Положить на него руку И он почувствует, как сила от тебя Прямо течет по нему Я говорю сейчас, что источник силы Внутри тебя он открыт Если ты еще никогда этого не ощущал Я приказываю сейчас этому источнику Открыться внутри тебя Во имя Иисуса Пусть помазание выходит Во имя Иисуса Сейчас ты будешь возлагать на кого-то руки Может быть на себя возложи И чувствуй, как сила течет Сила течет через тебя Мое тело сейчас стало тяжелым от этой силы Во имя Иисуса Сила течет через тебя Это просто, друзья Это просто Сила течет через тебя Сила течет по твоим рукам Положи на кого-то руку Можешь на себя положить руку Если ты нуждаешься в исцелении Будь здоров полностью Можешь ощутить прилив радости Победы Веры Аллилуйя Аллилуйя Не спеши никуда Просто сейчас побудь с этой силой Писание говорит Ищите Господа и силы Его Это то же самое, о чем говорил Павел Не ощутят ли Силу можно ощутить Это духовное чувство Когда внутри тебя растет вера В то, что ты Содержишь внутри себя Могущественный источник Называемый новое творение О Иисус Иисус говорит Я чувствовал силу Которая вышла из меня Когда сила выходит из тебя Она несет в себе исцеление Власть Свободу Во имя Иисуса Во имя Иисуса Мне так хочется на кого-то руку возложить Аллилуйя Я сейчас в духе Зритель Ты смотришь на меня Я сейчас в духе Прямо возлагаю руки на тебя Прими силу Прими исцеление свое Прими помазание для служения Аллилуйя Не хочется останавливаться Друзья, когда апостол Павел говорит Что Бог сотворил нас Для того, чтобы мы ощущали его То для кого, говорится Ищите Господа и силы его Сила Когда приходит Послушайте Давайте остановим Нашего клавишника Потому что течет Вообще Другое помазание Я имею ввиду Не иное помазание А такое, что хочется Упасть и поклоняться Мы еще это сделаем В конце Сейчас мне нужно Просто вложить Помазание В котором я сейчас Двигаюсь в тебя Чтобы оно работало А вы знаете, что Есть разные виды помазания И помазание на поклонение Это не то же самое Что помазание на проповедь Это разное вообще Помазание на исцеление Это не то же самое Что помазание на освобождение И разрушение твердыни Это разное все Бывает, что приходит атмосфера Люди чувствуют поклонение Начинают там исцелять Там пытаться Нет Это все Ну, это разные вещи Хорошо Возвращаемся Скажи Сила Божья Вот, друзья Сила Божья Когда мы рассматриваем Признаки духовного плода Сила Божья Она имеет разный окрас Например Согласитесь Что когда ты испытываешь веру Я имею ввиду Когда твоя вера Она такой скачок Внутри делает Ты испытываешь Определенные чувства И я их Попробую описать Это чувство смелости Это чувство Что море по колено Это чувство Что ты можешь Вышибить любые двери плечом Или ногой То есть Это чувство просто Без всяких ограничений Это вера сына Сошла в тебя И она влечет Определенные чувства Определенный окрас Это сила И очень здорово Я понимаю Что Наверное Чувствование веры И вообще Спутать с чем-то невозможно Ты становишься таким Как лев Праведник Да Смел как лев Как друзья Отличить Есть очень много Имитаций Есть Вот меня Недавно спрашивал Один пастор Говорит Вот эти все ваши Эти духовные Опьянения Ну мне кажется Что это все Дурь такая Что люди Прикидываются И друзья Я признаю Что люди Некоторые Они имитируют Это Они так хотят Это иметь Что начинают Имитировать На самом деле Нужно себе Давать Упиваться И хочу сказать В чем отличить У каждого Духовного Вот этого Чувствования Есть проверочное Действие Которое На выходе Должно Продемонстрировать Силу Например Когда человек Говорит Что он переживает Духовное Опьянение Например Он говорит Ой я там Напился Я вам хочу сказать Что вот Духовные Все пьяницы В хорошем смысле Это самые Необидчивые люди Потому что Даже про Физическое Вино Написано Что когда ты Напился Говорит Били меня Я не чувствовал Толкали Я игнорил Вот человек Который Постоянно Упивается Духом Божьим Новым вином Он к обидам Нечувствителям Но я вижу Что люди Иногда Которые Говорят О духовном Опьянении И каких-то Вот этих Переживаниях Чувствованиях Духовных Как отличить Плотское Или нет Они остаются Плотскими Они остаются Обидчивыми И вот Слово Ему не скажи Он сразу Там Весь такой Обиженный Загоняется Я вам скажу Он ничем Не наполняется Никакой силы Нет Он просто Имитирует Потому что Сейчас Это Ну В тренде Еще раз Говорю Духовное Чувствование В центре Своем Содержит Силу Скажи Сила Ты уже Чувствуешь Как твоя вера Растет Аллилуйя Я заканчиваю И хочу Двинуться Чуть Чуть Глубже И Зачитаю Вам Кое-что Филиппийцам Вторая Глава Нет Давайте Начнем С первой Филиппийцам Первая Глава Девятый Стих И десятый Апостол Павел Говорит Я молюсь Чтобы Любовь Ваша Еще Более И более Возрастала В познании И всяком Чувстве Чтобы Познавая Лучшее Скажи Лучшее Знаете Вот Ну Любить Верой Вот так Верой Говорю Я люблю Это хорошо Но вот Павел Говорит Надо Возрастать В чувстве Чтобы Познавать Лучшее И И так С любым Моментом С любым Проявлением Все Что Захватывает Твои Чувства Это Лучше Исповедовать Как бы Для того Чтобы Это Случилось Ну Это Нормально Все Друзья Любить С чувством Вот С проявлением Чувств Это Лучше Есть Еще Знаете Такой Момент Ефесянам Четвертой Главе Апостол Павел Говорит О людях Которые Делают Нечистоту Он Говорит Дойдя До Бесчувствия Они Предались Распутству Так Что Делают Нечистоту С Ненасытимостью Но Вы Не Так Познали Христа Вы Знаете Когда У Человека Нет Чувств Вот Здесь Из Бесчувств предназначение человека стремиться чувствовать бога он не стремился чувствовать соответственно он не чувствителен и к плохим вещам он их делает написано даже с ненасытимостью павел евреям 5 глава он говорит твердая пища свойственно совершенному которых чувства навыкам приучены то есть павел говорит надо свои чувства приучать то есть это наша ответственность друзья никто не заставит нас чувствовать надо взять и сказать себя я буду чувствовать я буду вкушать я буду радоваться я буду испытывать радость потому что многие люди ждут что радость она их там нахлобучит еще что-то но еще кто-то мне сказал недавно он говорит ну так это какое-то типа самовнушение ну вот я там себя накручиваю накручиваю мой друг когда ты говоришь о самовнушении чаще всего это проявляется дух противления ты просто не хочешь согласиться это делать точно так как я себе я тебе сказал подними руку от игры пусть она сама поднимется что это за чудо если рука ну сама не поднимается я ее подымаю чувство это такой же орган практически ты можешь просто взять и захотеть и почувствовать амэн давайте чуть-чуть назад вернемся он говорит те дошли до бесчувствия но вы не так познали христа а как мы познали христа вот это самое интересное о чем мы сейчас поговорим филиппийцам 2 глава с 5 стиха ибо в вас должны быть те же чувствования как и во христе и иисусе и вот описывается какие у него были чувствования это вообще революция и в этом надо вы знаете просто вырежи себе запиши где-то пометь какие же чувствования были во христе он будучи образом божьим не почитал хищением быть равным богу но уничижил себя самого приняв образ раба сейчас пока остановимся и смотрите что я здесь хочу вам показать есть чувствование божьего сына в других переводах там написано вы должны помышлять о себе знаете вот помышлять думать о себе так и это все нормально мы уже вначале говорили что осознание факта влечет определенные чувства что ты чувствуешь когда я тебе говорю что ты сын рожденного бога что ты дитя рожденная бога согласитесь что эти вещи их надо переживать мы с моей командой мы часто говорим об этом я прямо добиваюсь от своей внутренности если даже я нахожусь в каком-то состоянии таком найти не ну для меня непонятном или какое-то смятение там или еще что-то бывает я просто говорю я твое дитя иногда я говорю это один раз и ничего не происходит я не я не кидаюсь тогда в другую сторону молиться я говорю вам как чувство как чувство должны прийти большинство верующих они говорят что-то одно в молитве видишь ну или как ничего не чувствует и хватают другое начинают перечислять все хоть что-нибудь бы выстрелило внутри знаешь на самом деле друзья этого не надо делать все что нужно делать это встать на чем-то одном и повторять это пока не придут эти чувства как я говорю жертвенник обходить я беру и говорю я твое дитя какое счастье какое счастье быть твоим сыном говорю до тех пор пока чувствование не придут аллилуйя и вот филиппийцам 2 глава представьте написано что в тебе должны быть чувства чувствования как во христе как внутри христа иисуса какие давай почитаем он будучи образом божиим ты должен знать я сейчас уже сразу перевожу тебя раскрываю что ты образ божий написано не почитал хищением быть равным богу некоторые люди не понимают этой фразы скажу по простому иисус внутри себя не чувствовал что когда он считает себя равным богу он что-то как бы украл другом переводе написано не считает грабежом считая себя равным богу представляете апостол павел настаивает он говорит ты должен чувствовать то же самое что я равный богу я понимаю что возможно это не укладывается в твоей голове но это именно то ради чего создал тебя бог еще раз повторяю апостол павел говорит что в тебе должны быть чувства что ты настолько божье дитя настолько и если хочешь я просто скажу тебе независимо вмещается это в тебе линия что ты равен богу твоя позиция она на высоте как написано ты посажен на небесах по правую руку то есть вы занимаете равное положение человек воссел одинаково с богом представляешь и он горит это чувствование в тебе не просто желательно он горит настаивает должно быть это великая радость он горит знать свою позицию это должно быть как чувствование ты должен постоянно себя осознавать и не считать что ты что-то на себя вот смотрите как написано он не считал что он что-то на себя натянул а фарисеи постоянно будут спрашивать что ты из себя делаешь они даже иисуса это спрашивали все люди которые будут тебе говорить что ты типа на себя что-то передергиваешь когда называешь себя ну божьим сыном они они на самом деле фарисеи они не по ним не понять вот это и честно наверное какая-то часть твоего сознания все-таки противится этой истине но павел наставит он горит осознавать свою позицию не считай что ты что-то на себя тянешь и говорит следующий шаг первое это знать свою позицию 2 уничижил себя самого как мы уже часто об этом говорим что находясь в теле ты на самом деле имеешь вот это естественное физическое удаление от господа находясь в теле ты как бы немного удален от него иисус прошел то же самое по сути дела говорят написано там чуть чуть ниже ангелов его унизил да послание тоже к евреям написано это означает что находясь в теле ты не занимаешь такой вот небесной позиции как если бы ты или таких возможностей как если бы ты был без тела я сейчас не буду в это углубляться вы просто должны это понять что когда ты находишься в теле зная свою позицию ты занимаешь позицию слуги аллилюя это очень круто представьте что здесь тоже идет речь о том что это должно вызывать у тебя духовное чувствование и как мы уже говорили что чувствовать себя надо приучить он даже говорит о том что некоторые люди сегодня молятся там найти а даре развлечения еще что-то самое главное что должно в тебе различать вообще духовные вещи это чувства ты должен знать как как твоя внутренность реагирует на божье присутствие на определенные виды помазания на славу например ангельские вещи на ну я уже не говорю за плод духа там и вот эти все моменты которые вообще должны быть как для тебя как азбука я хочу сказать друзья что самые простые способы каким образом переживать ощущать вот эти чувствования это хвала и молитва и молитву я имею ввиду вот как мы говорили выше это не не молебен а короткие слова но сильные слова я сейчас как в своей жизни так и в жизни моей команды мы культивируем эти вещи говорить совсем чуть-чуть а переживать течение внутри на самом деле может быть эта тема другой другой как бы другого учения или другого семинара я хочу сказать что молитва если в тебе живет дух святой она течет в тебе вот эти короткие как мы говорим ну исповедание или как хочешь это называть короткая молитва все что она делает это ну она обновляет в твоем разуме то что эта молитва она течет внутри тебя ты как присоединяешься просто мысленно присоединяешься хотя тебе не надо бежать к как обновляешь в свои в своем разуме вот это факт что молитва течет скажи вот сейчас жизнь течет во мне молитва течет во мне 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 просто иногда нужно это осознать и я почувствую это когда я хочу почувствовать как святой дух внутри меня совершает эту молитву я просто говорю вслух жизнь течет внутри меня дух течет внутри меня слава течет внутри меня и когда я это говорю я начинаю это течение чувствовать не вызывать друзья еще раз мы не вызываем течение святого духа потому что написано что им мы живем движемся и существуем мы не вызываем это мы просто это начинаем чувствовать вот этот момент он называется исполнением потому что его течение достигает твоих чувств аллилуйя это понятно и хвала друзья когда речь идет о хвале это последнее что я скажу когда речь идет о хвале хвала мы тут как раз команды сейчас поклонялись и говорили об этом на самом деле если ты хочешь ну вот эти чувства да если ты хочешь вот чтобы исполнение духом оно на максимально эффективно у тебя происходило ну осознание ощущение то тебе нужно избирать такой же принцип тебе не нужно много всего говорить тебе нужно буквально какая-то короткая хвала может быть настойчиво сильно повторяемая я хочу вам показать пример во первых сразу скажу что хвала это вот сейчас святой дух представьте в нашем служении указывает на хвалу как на на индивидуальную хвалу не не именно когда мы собираемся что когда мы собираемся мы все время бога хвален на хвалу индивидуальную потому что однажды святой дух мне сказал что люди находясь у себя дома они вообще там не хвалят ну то есть они не находятся в хвале и сказал что вот этот этот момент он является хорошим таким ну если можно так сказать хорошим прорывом в сверхъестественную жизнь личная хвала вы знаете что написано что из уст грудных младенцев бог устроил хвалу чтобы посрамить врага и мстителя то есть представьте что даже самый маленький человек самые слабые самые незнающие должен иметь такую возможность открывать устав хвале и бог сделает так что через это все твои враги они замолчат просто закроют рты для этого не нужно быть великим поклонником потому что не все будут эти вот на эти великие поклонники не все давиды но не важно хвала это то что должно быть доступно самому слабому человеку и смотрите тебе не нужно быть достаточно могущественным сильным для того чтобы победить он говорит младенец который находится в хвале побеждает всех врагов поэтому если не знаешь что делать вот делая это как это выглядит просто находясь даже в своей будничной жизни в обычные вот рабочие там все время можешь ходить и говорить несколько фраз которые превозносят бога только говори не как мантру слава 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 тебе а если уже говоришь грис слава тебе прямо потому что давид горит я буду петь и воспевать пред господом петь это голосом а воспевать это сердцем то есть сердце твое в этот момент оно должно приводить приходить в движение я сейчас говорю такие простые вещи но они так важны потому что многие люди в тупике тебе нужно во время хвалы иметь ощущение я вам покажу как вот это происходит вот то что я сказал хвала высвобождает победу в откровении 19 главе там написано что пятом стихе и голос от престола исшел говорящих валите бога нашего все рабы его и боящиеся его и малые и великие вот смотрите от престола прямо это похоже на просьбу это похоже на какое-то ну пожелание нет это приказ это повеление он говорит хвалите сейчас что-то будет происходить хвалите и дальше он описывает и говорит и слышал я голос многочисленного народа как шум вот многих и вот посмотрите какая у них там хвала на небесах если вот просто прочитать эти строки то кажется что у нас намного все разнообразнее да это хвала которая здесь описана она умещается в 15 секунд и вот они поют аллилуйя ибо воцарился господь бог содержитель возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу ибо наступил брак агнца и жена его приготовила себя и дано было ей облечься в весон чистый и светлый весон же есть праведность святых ну вот это весь текст их хвалы сколько заняло там 15 секунд и самое интересное что если вы будете читать это дальше там написано что иоанн потом после этой хвалы увидел как открылось небо там был иисус на белом коне и за ним следовало воинство и написано что дьявол был схвачен и все там по плану пошло то есть смотрите вот эта хвала она была высвобождена с такой силой что дальше начали происходить вот эти вещи а почему нельзя было иисусу просто без этой хвалы прийти потому что он так задумал он так заложил чтобы люди они представляете чтобы они не задумывались о каких-то умных вещах они понимали что достаточно открывать рот в хвале и небеса будут открыты и защита будет подана и дьявол будет что обезоружен итак дорогие друзья я хочу сказать самое главное чтобы ты чувствовал когда ты что-то произносишь не трать больше усилий не трать больше время на то чтобы придумывать молитву придумывать хвалу сведи это все до простых детских вещей самому богу ему угодно сотворить через грудных младенцев то есть через людей которые ничего не знают кроме этого как хвалить бога славить его представьте что о чем хвала была на небесах они говорят воцарился вы знаете что значит слово воцарился бог всегда царь но был момент в истории человека когда бог воцарился в человеческом теле бог воцарился как человек вот это круто они говорят теперь внимание это финал всего что я скажу в их хвале было нечто о чем мы сегодня говорим им было приказано хвалить вы знаете вот если бы я тебе сказал ну-ка хвали ты такой ну как бы так еще чувств нету а чувства не надо исполняй приказания и в середине их слов было такое возрадуемся возвеселимся и прославим его вот они чувства святые на небесах представляете они такие обращаясь друг к другу к самим себе говорят давайте радоваться давайте веселиться давайте ощутим это и именно в ответ на это на их хвалу вот с радостью с чувствованиями это было сильно там написано как громогласно это было мощно описание такое открывается небо и производится вот эта атака на все силы врага ты можешь сказать что это касается там последнего времени апокалипсис что хочешь думай я тебе показываю принцип прежде чем небо открылось прежде чем пошла армия была хвала простая хвала на 15 секунд но такая сильная и это все что тебе нужно знать сегодня короткая молитва она должна высвобождать эмоции высвобождать чувства чувствование должна привели привлекать в тебя ощущение от осознаваемых фактов что бог рядом с тобой я хочу чтобы ты сейчас прямо сказал бог он рядом со мной бог он внутри меня дух божий как река течет во мне чувствую это сейчас чувствую дух божий как река течет во мне источник открыт я полон силы воскресения его аллилуйя я полон духа жизни его ощущая это сейчас это так просто аллилуйя отец я молю тебя за каждого кто меня сейчас слышит я молю тебя чтобы этика это сила коротких молитв сила короткой хвалы настойчивая хвала настойчивая короткая молитва которая не требует интеллектуальных выдумок но требует высвободить чувствование с захватывающей эмоции от осознания фактов что ты есть рядом и ты есть внутри что ты окружаешь и ты наполняешь аллилуйя пусть эта сила она придет в жизнь каждого человека отец отец я благодарю тебя благодарю тебя благодарю тебя я чувствую еще побуждение сказать такую вещь друзья хотя бог сотворил людей чтобы они его чувствовали но они всегда имели возможность включать и выключать эти чувства как вы думаете если вот знаете я слышу сегодня говорят что адам и ева они ходили в такой славе они чувствовали божье присутствие я хочу вас спросить а если бы ева реально осознавала и ощущала бога когда разговаривала с дьяволом разве бы она согрешила нет поэтому адам и ева находясь в теле они тоже были устранены от господа и они имели власть решать чувствовать бога или нет осознавать его или нет именно это и есть свобода бог не заставляет тебя чувствовать себя но если честно это и есть предназначение всего творения а ощущать бога халилюя я желаю тебе чтобы ты ощущал его каждый день не игнорируя его подобно этим нашим по плоти предкам да ощущая его прикосновения ощущает оттач ощущает отечение следующее что начнет происходить если еще не происходило или забыто ты начнешь быть наполненным его голосом начнешь быть наполненным его силы начнешь быть наполнен такими классными переживаниями вот это и есть полнота радости перед лицом его и запомни что самое важное чувствование которое тебе нужно иметь как во христе осознавать свою равную богу позицию это звучит как сумасшествие но это факт Павел настаивает чтоб ты это чувствовал и смиряйся служа другим людям ошибка заключится в том что если ты будучи осознавая себя сыном позиции потрачешь свою жизнь на себя это не то служи людям служи богу мы благословляем тебя давайте еще мы будем поклоняться я хочу чтобы когда мы сейчас будем петь там где ты находишься ты просто переживал бога чтобы ты переживал его присутствие хвали вместе с нами халлилуйя ул Shabbat Zobo whisky звуки в у него people of цит тебя вся хвала тебе вас поем в единстве духе вся хвала тебе господь аллилуйя тебе господь слава аллилуйя тебе господь вся хвала вся хвала тебе господь вся хвала тебе господь вас поем в единстве духе одно вся хвала вся хвала тебе господь вся хвала вся хвала тебе господь Во своем единстве, в духе родном. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, славный сквозь, Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Воспоем единстве, в духе родном. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Воспоем единстве, в духе родном. Вся хвала, 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 В любят тебя господь я хамма тебе господь мой спасите мой цель ведь и Испавитель мой, это Он, это Он, мой Спаситель, мой Целитель, Испавитель мой, это Он, это Он. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Это Он, это Он, это Он, мой Спаситель, мой Целитель, Испавитель мой, это Он, это Он. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве в духе одном. В духе одно, вся хвала, вся хвала, вся хвала, но тебе Господь. В славе Божьей. Пожалуйста, если есть желание, поддерживайте наш канал молитвой, финансами, перепостами, лайками. Пусть весь мир знает, что есть имя, которое выше всякого имени. Это Иисус. Аллилуйя. До новых встреч, друзья.